Господа, всем доброго дня! У нас на дворе лето, а лето это маленькая жизнь, и в маленькую жизнь хочется как следует пожить. И чтобы это сделать, в моей картине мира точно нужно приобрести себе какой-то интересный, веселый автомобиль. И я такой подумал, а почему бы не снять целый цикл определенного рода интересных автомобилей в разных бюджетах? Они будут разные, они будут странные, они будут с маленькими багажниками, скорее всего, потому что зачем вам автомобиль с большим багажником, когда вы поехали исключительно отдыхать? И для чего я вообще снимаю эти ролики? Я так подумал, в свое время, глядя на такие же ролики, меня это очень сильно вдохновило работать лучше, работать больше, для того, чтобы приобретать автомобили мечты. В общем, погнали! Mazda MX-5, автомобиль, про который мне все в один голос говорили, что это супер веселая тачка, ее точно нужно попробовать. Все от нее в восторге, ото всех абсолютно поколений. Есть старая мята, которая может делать глазами вот так, есть следующая MX-5, которая выпускалась в нулевые годы, и она выпускалась в довольно длительный период времени. И вот у нас уже, я так понимаю, это самая последняя версия MX-5, которая в целом присутствует. Ото всех я слышал, что это супер весело, потому что я не знаю почему. Ну, типа, мне все говорят, тебе просто надо попробовать. Я даже еще пока за руль этого автомобиля не садился, но визуально мне вот этот автомобиль вообще безумно нравится, потому что у него офигенные пропорции, он весь такой маленький, компактный. И у меня есть иногда такое ощущение, что его, знаешь, как большую собаку можно с собой взять иногда в кровати, поспать рядом с ним вот так вот в обнимку. Потому что машина, в моем понимании, глядя в салон буквально 10 секунд, я понял, что это машина для одного. Даже если вы поедете вдвоем, вам в ней будет очень сильно неудобно, потому что некуда, и ничего не положишь. И вся вот эта вот история. Но MX-5 берут не за то, что там куда-то что-то можно положить, что-то с ней можно сделать. В первую очередь ее берут за драйверские ощущения, поэтому давайте сразу за руль. Итак, господа, в салоне-то все-таки тесненько. С моей комплекцией там, типа, рост у меня 180 с копейками и вес 92. Хотя на самом деле я себя здесь ощущаю нормально. Я думаю, что до метра 89, до метра 90 сюда спокойно можно влезть. Весь салон, он довольно такой спартанский. То есть ждать каких-то хороших прям материалов здесь не стоит, потому что это Mazda, потому что это Японец. И вся вот эта вот история. Но из плюсов я точно вижу, что у нас есть CarPlay, которым я уже какое-то время пользуюсь. И справедливости ради, когда мы говорим про MX-5, никакого смысла думать о том, какие здесь материалы, что здесь происходит, абсолютно не имеет. Потому что машина, она совершенно про другое. И я уже потихоньку начинаю понимать, почему ее так очень сильно любят. Потому что когда мы берем автомобили мощнее, вот сзади нас едет как раз Skyman, интерес и веселье этих автомобилей начинается далеко за разрешенной скоростью внутри города, внутри трасс. То есть эти автомобили раскрывают себя после 180-200 км в час. А здесь... При этом я разогнался до 80 км в час, и всю эту дорогу мне было очень сильно весело. У меня было два переключения, потому что коробка механическая. И, блин, это доставляет реальное удовольствие. То есть ты... О, какие хорошие дороги нас сопровожают. Это доставляет действительно удовольствие по причине того, что машинка-то, она маленькая, она юркая. Вес автомобиля, по-моему, даже меньше тонны. И нескря на то, что здесь 184 лошадиные силы, все это звучит очень по-живому и очень естественно. Потому что в современных автомобилях очень часто искусственные выхлопы с попкорнами и со всей вот этой вот историей. И когда ты такой, блин, типа у меня пу-пу-пу, па-па-па, но при всем при этом, как бы-то у тебя нет самого главного, у тебя нет удовольствия за рулем. А здесь оно присутствует, а здесь оно присутствует... Ну, шо за песня? И так хочется делать всегда. То есть, ну, нету причины так не делать. Мы едем по загородной извилистой трассе, и тебе хочется веселиться. При всем при этом это будет происходить в рамках как раз скоростного режима, потому что она не так быстро разгоняется. Я не знаю, какая у нее динамика, но она невероятно приятная. Ты все время хочешь ехать на передаче пониже, чтобы она бубнила, потому что, блин, здесь нету такого лютого спортивного выхлопа, который все время тебе давит на уши. Он приятный, такой басистый, бархатистый, особенно когда ты едешь с открытой крышей. Все это прекрасно слышно, но каждый выход из поворота, это прям феерия. Это прям хочется крутить. И когда мы говорим про тот же Кайман, там тоже очень весело, все прикольно, стоимость автомобиля в 2-3 раза дороже. И ты понимаешь, что прям ехать на около все бабки с большой моральной проходимостью у тебя просто физически не получится. Здесь эта история есть, потому что, ну, автомобиль, он не дешевый в любом случае, но он более доступный, и он какой-то более прогнозируемый, потому что он не среднемоторный. И ты такой, ой, хорошо, но передачу все-таки высокую воткнул, надо было на второй это все делать. Давно я не катался на механике, какой же кайф все-таки доставляет механика, когда ты едешь. Давай, передача пониже, когда ты сам выбираешь, что тебе надо. Далеко не на всех автомобилях с роботизированными коробками это есть, они такие, мы будем переходить в режим энергосохранения, потому что в нас заложен ресурс. Здесь похуй, ты сам определяешь ресурс, потому что ты едешь на палке, ты сам выбираешь, какую подоткнуть. Главное там на 152-ю не воткнуть и не размолотить все, что там находится в районе сердца этого автомобиля, либо, либо в районе коробки. Так, господа, мы вот сейчас пропустим с огромным удовольствием, потому что у нас откроется... Нет, первая нам нужна. Вот, да! Барин, какой это кайф! Просто переключать, пытаться попасть в передачу, делать это правильно. Это... Давно я не катался на таких живых автомобилях. То есть, теперь я начинаю понимать, почему на MX-5 все очень сильно упарываются, все очень сильно на нее натрачивают. При всем при этом, я не могу сказать про подвеску ничего плохого. Подвеска в городе доступная. Давайте так, она точно будет не мягкой, это некомфортный автомобиль, потому что, как минимум, у него очень короткая колесная база. Ух, как приходится орать в кабриолете! У него короткая база, и машины с короткой базой априори, парни, не могут быть комфортными. Они могут быть рулящимися, они могут быть интересными, но при всем при этом здесь вообще не высыпается ничего в трусы. Слушай, ой, хорошо переключил. Ай, нравится. Все, сбавляем, дабы не жестить. Ух, слушай, как это задорно. Как будто бы надо следующую машину брать выходного дня точно на палке. Она доставит очень много эмоций. Но сам звук, какой он бархатистый, блин, какой это кайф. При всем при этом, я считаю, что на этой машине даже спокойно можно выехать на променад, так называемый. Потому что я все кабриолеты называю машиной для променада. Ты выехал спокойно, прокатился с открытой крышей вечером и так далее. Но здесь хочется кататься с открытой крышей. Я искренне надеюсь, что мне не джахнет тепловой удар. Потому что на улице сейчас плюс 30 с чем-то там едить того нафиг рот. Тебе прям грустно на улице. Но в кабриолете бошку продувает, и даже петушка сохраняет свое изначальное положение, свое изначальное состояние. Подозреваю, что этот автомобиль вполне возможно создан для меня. И теперь будет одной из задач убедить, что нам нужен еще один автомобиль в семью. Но если нужен такой автомобиль, то что делать с другими автомобилями? Тут возникает философский вопрос. Потому что реально можно веселиться в рамках правил дорожного движения. Что это за песня? И вот он даже после шести больше оживать начинает. Не до шести, а после. После шести для него начинается вся жизнь. И по-видимому, у нас сейчас ожидают своего рода извилистые повороты. Еще его плюс в том, что если у вас нету прям большого опыта езды на спортивных автомобилях, то тогда он вам будет гораздо более комфортный, чем более быстрые автомобили. Потому что у Каймана очень часто на поворачиваемости излишняя мощность. Надо очень аккуратно работать педалью газа. Здесь же это все дается гораздо более просто. То есть ты едешь и едешь себе. Вот они, эти веселые вертлявые повороты, которые созданы специально для нас. Что ты делаешь, маленькая веселая машинка? Что ты делаешь? Надо выдохнуть и поподробнее поговорить с хозяином, а сколько стоит жить с этим маленьким зверенком. Я искренне надеюсь, что я не спалил сцепление, потому что я очень долгое время не катался на механической коробке передач. Какой у нее маленький радиус разворота! Это что за песня? Ну, слушайте, господа! Это прям феерия. Это прям феерия, причем в рамках правил дорожного движения, и на ней весело. Когда я говорил, что на Каймане весело на маленьких скоростях, я даже отчасти ошибался, на ней веселее. Сильно веселее, потому что мотор крутится, у тебя происходит больше звуков. На Каймане ты все равно едешь в довольно маленьком диапазоне всей этой истории, просто по причине того, что мотор более мощный. Он гораздо мощнее, и тебе не надо его так сильно крутить. И там, где начинается жизнь на Каймане, там заканчиваются правила дорожного движения, и также правила здравого смысла, если мы говорим про малейший инстинкт самосохранения. Здесь это все на более маленьких скоростях, и это прекрасно. Итак, господа, я прокатился за рулем, мне очень сильно понравилось, то есть реально тачка абсолютный огонь, и я теперь понимаю, почему мне все в один голос рекомендовали MX-5 как машина для эмоций. Да, она не супербыстрая, если ты прокатился на Каймане как раз, и... Кайман тоже не выстроит. Повядем. Ты просто ехал, надо было бы там чуть-чуть покрутить, туда-сюда сделать. Было бы побыстрее, но не очень сильно. Собственно, машина реально веселая, потому что на ней можно ехать в рамках дозволенного, плюс-минус, и при этом очень весело. Но понятно, что на ней весело. Я-то знаю, как ты ее используешь. Используется она, мягко говоря, не в гражданском режиме, а используется она на... На треке, и на треке еще веселее. На треке она становится еще веселее. Да, особенно если она на развале, то в поворотах она может жестко стоять. Это прям очень кайфово. Именно в городе тоже на ней можно попробовать. Именно в городе, в поворотах, если ты поймаешь момент, когда она встанет всеми колесами, то она просто как по рельсам проедет дальше. А, ну я вот этого, видимо, не поймал, потому что мне казалось, что у меня все-таки немножко сносит, хотя я ехал, по-моему, суперспокойно. То есть я там нигде не привозил большой скорости в повороты, потому что тачка не моя, и мне страшно. И у меня вопрос. То есть мы с тобой за камерой обсуждали то, что эти машины невероятно популярны в Америке, например, да? И то, что в случае, если у тебя вдруг произойдет на ней какой-то ДТП либо инцидент, это будет довольно дорого, потому что все уникальное по запчастям. Но это мы когда говорим, когда ты, ну, что-то исполнил, да? И у тебя что-то произошло в жизни веселое. Вопрос, что происходит, когда ты просто ее обслуживаешь? Ничего. Это Мазда просто, да? Да, это просто Мазда. Просто масло меняй, свечи меняй. И все? И все. И типа никаких больных мест особо и так далее. Мы говорим про эксплуатацию в рамках города все-таки. Ну, на трек мало кто поедет на ней. Мне кажется, она просто будет ездить, ей все равно. Но на треке, ты говорил, что на них коробки ложатся? На треке коробки ложатся. Ну, это если ехать прям как отбитый наглухо. Да. Если ехать там, что у тебя все-таки жопометр присутствует, да? И ты не пытаешься все время на острие на самом ехать, выживет ли эта коробка? Я еще не положил. Время покажет. Время покажет. А сколько ты на ней уже набегал в общей сложности? Тысяч 20. А, уже 20 тысяч на ней пробег. Ничего себе. И из них по треку косарик, наверное, уже есть. Точно есть. То есть, те, кто не понимает, что такое тысяча километров на треке, это если мы переведем в обычную эксплуатацию, я думаю, это еще плюс 20-ка где-то спокойно можно накидывать. Ну, что так, да. Потому что машина живет в красной зоне. Мне понравилось... Она и в городе в красной зоне живет. Да, кстати. Ее всегда можно крутить. Да. И мы когда ехали, я такой, я не хочу ехать там типа 2-3 тысячи, которые типа здорового, нормального человека. Я хочу, чтобы она жила вот 4 тысячи. Поэтому все время на пониженной передаче. И поскольку долгое время не было... Я долгое время не катался на механике. Кстати, я прям почти сразу же вкатился. То есть, я думал, сейчас будет какая-то история, потому что я знакомому на GT4. Мне казалось, что сцепление положу с моими переключениями. Здесь все супер интуитивно понятно. И даже с моими лаптями по педалям ты в целом попадаешь, и все окей. Потому что на некоторых машинах спортивных бывает так, что педальки, они вот прям... Я не знаю, зачем они так сделали, но прям очень близко. Слушай, ну это прям вообще дикий кайф. Дикий кайф. Я не представляю. Сравни ощущения Каймана и Миата. Сейчас я попробую это. Я в голове прокручиваю. Что мне в ней понравилось? Ты в ней едешь, тебе весело, и у тебя умеренно громкий выхлоп. В Каймане ты когда едешь, ты, наверное, замечал, когда ты стоишь на... Даже просто стоишь, если вокруг тихо будет, ты услышишь, как гидрики цокают. То есть ты в Каймане слышишь абсолютно все. Ты иногда слышишь, как у тебя сцепление подвтыкается, просто с таким пинком. Даже когда ты медленно едешь по улице, и ты понимаешь, что на улице это слышно. А это наши знакомые как раз едут. Озорные, веселые ребята. И в Каймане он более какой-то... Порш это ведро с болтами. И у тебя все звуки, они похожи на то, как болты валяются в ведре, и ты идешь вот с этим ведром и весело вот так им махаешь. Здесь все-таки звуки, они какие-то более собраны, и на ней можно больше дейли кататься, в отличие от Каймана. Слушай, я думал, что здесь салон скрипит, но по сравнению с Поршом здесь вообще ничего не скрипит. При этом я очень много устранял скрипов. У них, у Кайманов проблема, задняя полка скрипит. Я сейчас пытаюсь найти проблему, где там еще это скрипит. Мне уже дитейлер такой говорит, отъебись, рысь, отъебись. Говорит, торпеду надо скрывать. Я говорю, скрываем, делаем. Говорит, нам не надо это. Я говорю, делаем, нам надо это. В общем, да. Я не знаю, либо это особенность моего автомобиля, но насколько я слышал, что все Кайманы, они скрипучие очень сильно в салоне. Верно. И это не срежа на то, что немецкая сборка. Здесь все более как-то сбито, но она очень легкая, прям чувствуется. Я прям ее как будто бы местами прям не понимал и не чувствовал, потому что я никогда не катался на таких легких автомобилях. Это особые эмоции, потому что, ну, ты едешь на быстрой машине. Вот у нас там сейчас знакомый подъехал на РС-6, который мы, возможно, однажды снимем. Тяжелая, быстрая машина, все весело, да? Здесь она маленькая, юркая. Но при этом мне показалось, кстати, в отличие от Каймана, здесь чуть более пустоватый руль. Как мне показалось. Возможно, я просто привык к рулежке непосредственно Каймана. Мне сейчас на Каймане показалось, что я слишком много руля всегда кручу. Ну... Ну, опять же, может быть, там регулируемая рейка, наверное? Да, наверное. А я ехал в комфорте обычном. Да. Ну, я не думаю, кстати, что она регулируемая, там прям надо крутить рулем. Там нет такого, что ты вот так вот повернул и все. То есть полный выворот, но это вот так вот. Надо поизгибать руки. Нет, господа, если вы думаете по поводу покупки веселого летнего автомобиля, да, и вам нужен Chabriolet Roadster. Простите, Христо радио. Если вам нужен Roadster, тысяча и один оттенков автомобиля без крыши, их же там название, как собак нерезанных, оказывается, то, ну, моя рекомендация все-таки MX-5, потому что я подозреваю, если мы говорим про Fiat 124 Spy, дрон трубовый. А здесь 2 литра, Atma, 184 силы, задний привод, блокировка, насколько я знаю, здесь еще присутствует. Обязательно механическая коробка передач, потому что если вы себе возьмете автомат, то, ну, вы себе срежете просто 2 трети удовольствия, мне кажется. Вот вся фишка вот в этих переключениях. И шифтер, он же коротенький, ты прям тан-тан-тан-тан-тан. Очень-очень веселая, очень живая машина, поэтому если у вас вдруг есть возможность, я прям искренне рекомендую к приобретению. А рубрику подъеби ближнего своего. Попробуй открыть багажник. Есть кнопка. Кнопка. Так, тут нет. Нет, это подсветка. Я узнал через месяц владения машиной. Блядь, ну... Так, ну давай, они думают логически, да, каким-то образом, такие, нам некуда это засунуть, потому что должно быть красиво. Они японцы. Нет. Парктроники не работают кнопкой. Ну, вряд ли это где-то снизу ты будешь делать. Ногой? Не, ну ногой там датчик. Но... Ты близок. Ты близок. Да ладно? Ну не настолько. Азь. Ёб твою мать. Прикинь, как зимой ты весел. Я с первого раза почти угадал. Я немного не дошел. Не, ну все-таки я не ударил в грязь лицом, автоблогинг плюс-минус жив, но не в моем лице. Ой, бля. Да, поэтому я понял. А сейчас у тебя ногой оно? Потому что у человека свое инженерное бюро. Но у них не было никогда этого завода. Никогда. Собственно. 1700 рублей, Алиэкспресс и 2 часа работы. Да ладно? Теперь весь MX-5 клуб к тебе будет ломиться, типа... Блин, она прям... Она работает, бля, лучше, чем штатная у Ауди. Я не знал, что, оказывается, можно провести даже. Да. Я думал, что так не работает. Я думал, что только напрямую. Нет, они почти все, они работают, и ты должен, типа, провести. Заодно косые мышцы пресса немножко прокачаешь. Господа, спасибо, что посмотрели этот ролик, и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok